Порой бывает так, что выпуская патчи, разработчики только делают хуже. Игры начинают работать менее стабильно, и в них даже могут возникать проблемы, которых до выхода обновления не наблюдалось. Но ошибаются не только программисты игровых студий. Этим грешат и специалисты Microsoft. Недавнее обновление 21H2 для Windows 11 буквально сломало вестерн Red Dead Redemption 2. Творение Rockstar Games перестало запускаться через фирменный лаунчер. При нажатии кнопки Play просто ничего не происходит. Microsoft уже признала проблему. Компания пока совершенно не понимает, как так получилось, и лишь рекомендует поставить другое обновление за версии 22H2. Подчёркивается, что как только будет обнаружен источник ошибки, Microsoft опубликует соответствующее объявление. Обратим внимание, что корпорация сейчас разрабатывает новую модульную операционную систему. Предположительно, проект будет анонсирован в 2024 году одновременно с Windows 12. Всем привет, это GSTV. Сегодня пятница, 31 марта 2023 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Продажи ремейка Resident Evil 4 всего за первые два дня превысили 3 миллиона копий. Это официальные данные Capcom. Суммарные продажи всех игр серии превысили 135 миллионов. Компания связывает хорошие продажи, прежде всего с успехом демоверсии и высокими оценками критиков. На какой платформе Resident Evil 4 востребовано больше всего, не уточняется. По всей видимости, продажа ремейка примерно сопоставимы с показателями Resident Evil Village. Та за первые четыре дня добралась до тиража в 3,5 миллиона экземпляров. И новинка совершенно точно успешнее всех остальных ремейков франшизы. Обновлённая версия Resident Evil 3 продавалась заметно хуже. За пять дней её купили лишь два миллиона раз. Это, в общем-то, тоже было прекрасным результатом. Слово «лиш» актуально исключительно в сравнении с Resident Evil 4. Относительно Стима, как мы уже говорили, это определённо самая популярная игра серии. Пиковый онлайн достиг 168 тысяч человек. Параллельно в сети набирает обороты забавный флешмоб. Опытные геймеры, хорошо знакомые с оригинальной Resident Evil 4, советуют новичкам в самом начале игры стрелять в озеро. Мол, так получится выбить какие-то бонусы вроде секретного костюма. Это розыгрыш. Никакого бонуса не будет, зато появится рыба-монстр и съест Леона. Этот секрет был и в игре 2005 года выпуска, но те, кто с ним не знаком, часто легко ловятся на эту удочку и сталкиваются с неприятным инцидентом. Причём те пользователи, что в курсе, забавы ради лайкают в посты, где кто-то упоминает, что бонус действительно получил. Доверчивые новички клюют на это очень охотно. Многие отмечают, что это довольно забавный флешмоб, который никому не вредит, поэтому никто не в обиде. Вместе с торговой площадкой Дифмарк мы разыгрываем три стим-ключа ремейка Resident Evil 4. Поучаствовать в конкурсе может каждый из наших зрителей, кто сделает любую покупку у продавца Fougame, хоть на 50 рублей. Дальше нужно оставить позитивный отзыв на сервисе Trustpilot с номером заказа и указать ссылку на этот отзыв в нашей группе Telegram, чтобы мы смогли вам доставить подарок в случае победы. Убедитесь, что на Trustpilot ваш аккаунт прошёл модерацию и ваш отзыв опубликован. Победители будут определены случайным образом 3 апреля. Ключи работают без каких-либо ограничений для пользователей из РФ и СНГ. Заметим, что Fougame можно приобрести как Resident Evil 4 по хорошей цене, так и другие нашумевшие игры, в том числе Hogwarts Legacy и Atomic Heart. Или просто пополнить баланс в Steam. При совершении любой покупки на Дифмарк вы при этом можете вбить промокод GSTV, чтобы получить скидку в 20%. Все ссылки в описании. Польская студия CD Projekt Red начала давать сотрудницам так называемые «менструальные отпуска». Благодаря такому отпуску женщины, работающие в CD Projekt, могут взять отгул на время месячных. В CD Projekt считают, что новая политика поспособствует созданию более благоприятной рабочей атмосферы. Для неё это особенно актуально, потому что создатели Ведьмака и Киберпанка часто ругали за то, что сотрудники вынуждены перерабатывать и трудятся до ночи и, бывает, без выходных. Весной 2022 года аналогичные отпуска появились в магазине GOG, принадлежащем CD Projekt. Видимо, опыт был сочтён успешным, и его решили распространить на всю компанию. В CD Projekt не пояснили, как именно устроена система таких отпусков. В GOG всё работало так. Можно брать выходной и на несколько часов, и на день, и на несколько дней. Всё решает сама сотрудница. Менструальный отпуск оплачивается. Ограничений по продолжительности нет, но ожидается, что в среднем это будет один день в месяц. Как это получается на практике, неизвестно. Представители GOG и CD Projekt никогда не раскрывали статистику. Параллельно студия решила уточнить, что в Cyberpunk 2077 не появится никакая система метро. Дело в том, что недавно на Ютубе было опубликовано видео с записью конференции на тему урбанизма в играх. В нём художник из CD Projekt RED заявил на чешском, что в ближайших обновлениях в Cyberpunk появится система метро. Игроки, владеющие чешским языком, подтвердили, что перевод цитаты корректный. Художник и правда говорит про метро в игре, но, похоже, он просто ошибся. В своём твиттере директор по коммуникациям Марчин Момот уточнил, что метро не добавят в Cyberpunk, таких планов нет. Слухи про метро стали возникать ещё с момента релиза проекта, некоторые моддеры даже пытались этот момент реализовать. Но сами авторы убеждены, что ничего подобного игре не требуется. Компания Milestone анонсировала новую часть гоночного симулятора MotoGP. В трейлере показали спортсменов разные виды мотоциклов, а также несколько трасс. Известно, что на выбор будет более 120 гонщиков, и что особое внимание при разработке авторы уделяют системе смены погоды. Например, прямо в процессе прохождения трассы может пойти дождь. Также в игре будет действовать режим карьеры, призванный дать игрокам свободу в построении собственного пути к становлению легендой двухколёсного спорта. В основе этого лежит введение Turning Points, которые влияют на карьерный путь в зависимости от полученных результатов и принятых решений. После дебюта в финальной части сезона Moto3 можно будет быстрее продвигаться в различных классах в зависимости от достигнутых результатов. Turning Points отразятся, в частности, на поиске контрактов и на развитии мотоциклов во время сезонных тестов. Впервые в истории линейки в MotoGP 23 также будет представлена симуляция социальной сети для взаимодействия с гонщиками, командами и производителями, позволяющая завязать дружеские отношения, но и раздражающая соперников, поскольку искусственный интеллект будет вести себя по-разному во время гонок в зависимости от поведения игроков в социальной сети. MotoGP 23 также предложит различные варианты многопользовательской игры — как онлайн, так и офлайн — с поддержкой кросс-игры и даже локального режима разделённого экрана для двух игроков. Релиз состоится 8 июня на всех актуальных платформах. Посетители форума Resetter'а поучаствовали в опросе про интересующие их серии шутеров PlayStation, которые нужно возродить. Лидером оказалась Resistance. Обсуждение поднялось на фоне истории из Call of Duty, которую Sony боится потерять из-за сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Поэтому фанаты предложили Sony вспомнить о собственных франшизах, которые та могла бы вернуть и сделать конкурентом Call of Duty. Среди двух других доступных вариантов были предложены SOCOM и Killzone, однако победителем вышла именно Resistance. Первая игра серии с подзаголовком Fall of Man появилась на PS3 ещё в 2006 году, после чего последовало два продолжения — в 2008 и 2011 годах. Оригинал рассказывал про вторжение пришельцев в 1950-х, которое нужно было остановить силам США и Британии. Кроме того, в 2009 году на PSP вышел спин-офф Resistance Retribution, а последней частью франшизы стала Resistance Burning Skies для PS Vita 2012 года выпуска. Над основными играми серии при этом трудилась студия Insomniac Games, которая позже занялась Человеком-пауком. Учитывая планы последней на развитие истории Питера Паркера и игру про Росомаху, которая находится в производстве, вряд ли у студии получится в ближайшее время вернуться к своей старой серии. Но ей могут заняться и новые авторы. В этом месяце Elden Ring получила поддержку трассировки лучей. Но не все игроки остались в восторге от нововведения. Эксперты Digital Foundry решили провести анализ игры с RTX и сделали выводы о том, стоит ли использовать функцию. На консолях разница не бросается в глаза, но качество теней очень хорошо сочетается с динамической сменой времени суток. Предварительно обработанные тени заменяются на более реалистичные, которые становятся длиннее по мере приближения заката. Увы, в режиме качества с RTX количество кадров может падать вплоть до 15-20, а пламя факелов и костров не отбрасывает тени. На ПК имеются четыре уровня качества, на каждом из которых тени выглядят намного лучше, чем без RTX. В остальном же различия не такие заметны. Максимальная настройка выглядит очень похожей на среднюю и высокую для близких объектов, и только отдалённые тени действительно выигрывают от более высоких значений. Высокая настройка кажется наиболее сбалансированным вариантом, поскольку она обеспечивает как точность отображения теней, так и увеличение расстояния их прорисовки без значительного снижения производительности. Эксперты подвели итог, что добавление RTX стало приятным сюрпризом, но его омрачило нестабильное количество кадров на консолях и PC. Digital Foundry рекомендует включать трассировку лучей только для создания красивых скриншотов. Пользователи Reddit обратили внимание на то, что максимальное количество одновременных активных игроков в Modern Warfare 2 и Королевской битве Warzone 2 рухнуло ниже 90 тысяч пользователей. Это самое большое падение с момента релиза игры. В комментариях игроки спекулируют, что всему виной слишком жёсткая система скиллбейст матчмейкинг, а также упрощённые и более слабые перки, лояльные исключительно к новичкам. Важно отметить, что это показатели только ПК-версии Call of Duty, и на консолях дела у игры могут обстоять значительно лучше. Гоночный симулятор Gran Turismo 7 получил бесплатное обновление 1.31, которое добавляет в игру новый контент и возможности. А именно, пять автомобилей. Audi RS5 Turbo DTM 2019 года, Porsche 959 87-го, Porsche Carrera GTS 904 64-го, Toyota Alphard Executive Lounge 2018-го и Mazda 3 X Burgundy Selection 2019-го. Два новых варианта трассы Nürburgring для гонок на скорость и выносливость, локацию «Цветы вишни» для фоторежима Scapes, а также режим с поддержкой 120 кадров в секунду, но он актуален исключительно для PlayStation 5 и дисплеев на 120 Гц. Создатель франшизы Mortal Kombat Эд Бун опубликовал загадочную запись в Твиттере. Пользователи уверены, что это тизер Mortal Kombat 12, официальный анонс которой стоит ждать в ближайшее время. В записи Бун выложил слово «тик» 12 раз. Многие предположили, что номер следующей части и количество слов связаны между собой, а некоторые выдвинули теорию, что трейлер игры выйдет 12 апреля. Официального анонса игры не было, но в рамках диалога с инвесторами исполнительный директор Warner Bros. Дэвид Заслав уже проговорился о Mortal Kombat 12, подтвердив её производство. Поэтому новая игра совершенно точно увидит свет довольно скоро. Годы идут, но любовь различных энтузиастов к платформенным войнам с перечислением их преимуществ и недостатков не ослабевает. Мы нередко упоминаем в наших роликах о работе YouTube-канала El Analista Debits, и вот на днях там оказалось опубликовано видео, сравнивающее графику The Last of Us Part 1 на ПК и PlayStation 5. Результаты получились максимально ожидаемыми, однако не настолько радикальными, как можно было бы предположить, учитывая разрыв во времени между релизами версии игры для двух платформ. Компьютерная версия, безусловно, продемонстрировала более высокий технологический уровень, но и версия для PlayStation 5 не сильно отстаёт. Как отмечают авторы ролика, ПК-версия отличается более качественными отражениями, текстурами чуть более высокого разрешения, более совершенной физикой воды, высокой дальностью прорисовки, высоким разрешением текстур и многим другим. При этом время загрузки на PlayStation 5 примерно в пять раз ниже, чем на ПК. Проблемы с компьютерной версией, безусловно, имеются — различные баги, слабая оптимизация и необходимость ждать компиляции шейдеров на протяжении нескольких часов. На сегодняшний день заключили энтузиасты из аналиста Debits не лучшее время для этой игры на компьютерах — надо ждать патчей, и, видимо, долго. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры, и до новых встреч на GSTV. Субтитры создавал DimaTorzok